Уважаемые жители Республики Саха-Якотия, добрый день. На сегодняшний день, в течение последних четырёх дней сам отмечается устойчивый рост заболевания. За вчерашние сутки выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, один случай летальный зарегистрирован. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Якутске 33, а также в Алдане 3, в Мегинокангаласском два случая. В Верхневилюйский, Ленский, Мирнинский, Неренгеринский, Нюрбинский, Аймеконский, Татинский, Усалданский и Чурабче по одному случаю. В настоящее время активно лечится 647 по новой коронавирусной инфекции. Из них 72 ребёнка, это составляет 11%. Из числа заболевших наибольшее количество у нас зарегистрировано в возрастном сегменте 18-25 лет, то есть молодые. И в возрастном сегменте 60+. А также, если взять по профессиям, на больший процент у нас зарегистрирован среди работников в сфере торговли. Но причиной этого мы считаем, что ослабление, именно соблюдение противопедемического режима, это не повсеместное использование гигиенических масок. И, учитывая устойчивый рост последних 4 дня первичной заболеваемости, оперативным штабом Министерства здравоохранения принято решение увеличить количество коек в городе Якутске. В настоящее время 30% коек у нас находится в резерве, это по всей республике. В городе Якутске 20% коек свободны. Всего поступило 13 212 доз вакцин. Последний транш вчера поступило 2400 доз дополнительно. И на выходные мы ждем 1200 доз. Все вакцины у нас распределены. И вот последний транш, который эпивак-корона поступило, 8100. Оно 8 числа поступило. Мы это распределены по районам. Большинство районов получило. Сейчас осталось на выходных доставить в 7 районов. И учитывая то, что эпивак-корона хорошо, более легкие условия хранения, а также самотранспортировки, данная вакцина эпивак-корона, она предназначена для вакцинации именно выездными бригадами. Это мы дали рекомендации главным врачам. Вот именно эту вакцину использовать для лиц старше 60 лет, а также для групп маломобильных граждан, которые находятся на дому. В связи с устойчивым ухудшением эпидемиологической обстановки сейчас принимается решение об введении ограниченных мероприятий и по проведению массовых мероприятий, посвященных Дню Республики и на первомайские праздники. Данные ограничения будут введены в тех муниципальных образованиях, где зарегистрировано повышенный рост заболеваемости. Уважаемые жители Республики, я призываю вас соблюдать противопедемический режим, соблюдать масочный режим, активно вакцинироваться. Учитывая то, что в настоящее время у нас слишком большая разница температуры, амплитуды температуры ночного и дневного, сейчас повышается риск простудных заболеваний, Поэтому надо следить за детьми, чтобы они одевались по погоде и не представляли риск для своих родителей, для лиц старшего возраста. Желаю вам здоровья!